Всем привет, друзья! С вами Андрей и Максим. Итак, это новая рубрика на канале. Мы пока что не знаем насчет названия. Написали пока что правдивые пенальти, но напишите, как вы хотите, чтобы это называлось в комментариях. Суть этого ролика такова. Мы пробиваем серию пенальти с Максимом. Если я ему забиваю, то в конце ролика, ну, точнее, после удара, я ему задаю вопрос. Если я отбиваю его удар, он мне тоже. Пробиваем серию пенальти. Если кто-то из нас все-таки выигрывает, это будет, мы все-таки выявим, получили. То он в конце ролика еще добавляет так же наказание к проигравшему. Да. Ну что же, поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну что же, Максим, забил я тебе первый удар. Так что у нас на нашем канале появлялись двое таких интересных персонажей, можно сказать. Это Дима и Святослав. Они нам одноклассники, они нам друзья. И вот вопрос такой к Максиму. Отрейтингуй троих людей, меня, Свято и Диму, потому, кто тебе, ну вот, лучший друг, ну и типа, с кем тебе приятнее вот общаться. И давай, ну, с третьего, наверное, начнем. В смысле, вообще общаться? Или именно, ну, даже давай, ну, окей, все. Точно, прям вопрос. По, ну, вот, лучший друг, ну, вот, типа, вот так, снизу и вверх, типа, вот так. Типа, я тебя не прошу из этих троих выбрать одного лучшего друга, а именно, типа, отректировать, ну, типа, по важности для тебя люди. Ну, именно вообще. Да, чисто вообще. Вообще, не обязательно именно, что мы сейчас с тобой вот это снимаем, типа, вообще, нравится. Просто, я понял, третье место Слеповславыч. Вы видите, там, на монтаже Слеповславыч, да. Но второе место тоже очевидно. Димитрий. Ну, это было ожидаемо. Ну, а на первом месте, там, ну, понятно, оставшийся участник, не будем мы его называть и тыкать пальцами. Ты тыкаешься? Ну, короче, вот. Да. Ну, ответ мы получили. Думал, что ты убил, да? Да. Так, Максим сравнялся по серии пенальти 1-1, и теперь его вопрос. Такой интересный, допустим, вопрос. Ну, тут даже неизвестно, о ком ты подумаешь. Чисто гипотетически, если бы ты поменялся телами со своей бывшей, ну, там, с любой, какой ты хочешь, что бы ты сделал, ну, чисто в первую очередь? Насколько? 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 Ну, вот ты поменялся на день, да. Да. Вот что бы ты сделал, допустим, за этот день, да? Да ничего, мне кажется. Серьезно. Не, чисто, ну, я ко всем, типа, своим бывшим отношусь, типа, да нормально, типа, я со всеми в хорошем общении остался, типа, но не продолжаю общение, типа, ну, просто, как, в нормальном, можно сказать, манере и в тоне мы закончили, типа, отношения. Ну, то есть ты... Типа, я бы ничего плохого, типа, в этом плане, типа, сбросился бы с окна в ее теле, типа, а потом все равно бы через день я бы очищился в своем, такого, типа, нет. Ну, типа, ну, просто бы прожил бы за нее. Ничего плохого. Нет. Ну, если бы ты спросил этот вопрос года пять назад, я бы, типа, сказал бы, да, естественно, бы сидел бы, жамкал там себя, типа, вот это все, как это, в Америке, типа, всякие вот эти вот фильмы. Так что, ну, такого, мне кажется, не было. Сидишь только на диване. Жем-жем. Ну, что же, забил я, получается, Максиму второй укол. Сейчас у нас в серии пока что 2-1. И следующий вопрос задаю Максиму. Это даже не вопрос такой, это даже, как, например, ну, действие, например. Расскажи любую историю из своей жизни, за которую тебе вот до сих пор существует. Наверное, ответил, ну, что ответил, наверное, это было лет сколько? Лет пять назад. Когда в бывшем классе, да, 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 бывший класс, бывший класс. Короче, я не буду его называть. Ну, кто посмотрит и знаком, кто знает. Возможно, да. Ну, короче, бывший одноклассник. Я скину этому классу ссылку. Бывший одноклассник. Мы тоже, если что, мы запикаем имена. И кто может говорить, что я хотя бы пойду? Ну, это я могу тебе подсказать. Ну, короче, ну, в подробности, наверное, не буду вдаваться. Ну, короче, считаю, что именно такой зашквар был, что я поддавался на их провокации. Ну, то есть их группка была. И типа, что было бы намного лучше, если бы я просто не обращал на это внимание, но из-за провокации это меня просто выбешивало, ну, и привело к некоторым последствиям. Так, Максим сравнялся, счет 2-2 и Максим задает, ну, второй свой вопрос. Сколько тебе нужно времени, чтобы начать доверять человеку? Бля, что за вопросы, бля? Мне кажется, можно посмотреть в аналитике, ну, именно мне, канала, типа, какой пол смотрит наш видеоканал. Мне кажется, сейчас такой прирост начнется. Это практически как было на канале Нежного редактора, когда вот они пошли, типа, втроем собираются по-друге, типа, обсуждают, типа, ну, интересно. И она говорила, что девушка там 30% смотрела эти ролики, а больше всего именно это парней, типа, смотрела. Ну, интересно. Да. Так что я сейчас не знаю, ну, сколько времени нужно, чтобы доверять человеку? Ну, вообще, любому там, типа, ну, ты понял. Типа, вот ты встретился просто с чуваком, вот, типа, позаришься. Чисто рандомный, ну, просто. Ну, да, рандомный. Не, ну, если просто так, типа, с улицы, просто, человека, с которым, пытаться ему доверять. Ну, я не знаю, ну, это действительно надо время, потому что не абсолютно вообще каждому человеку, с которым я даже сейчас общаюсь, я не уверен, что могу им доверять. Я сейчас не про тебя. Вот. Типа, сколько мы, получается, общаемся? Ты, 16-го, стильки грязные? Да, ну, как он пришел. Получает, ну, в этом году, типа, 4 года уже будет наших отношений. Вот, типа, мне кажется, я быстро именно в том возрасте, вот как раз, с которым мы познакомились, в том возрасте еще мог быстро, типа, доверять людям. А сейчас ты такой уже осознанно. Да, сейчас, типа, такой, как говорится, жизни повидал, типа, нанюхался. Поэтому, ну, именно прям четко у тебя время надо сказать сколько. Да нет, я не прошу его на четко. Ну, если честно, мне сейчас это определенность, я познакомлюсь чисто с нулевым человеком, который прям вообще прям ничего не знает, мне действительно трудно будет доверять человеку. Но на это, действительно, ну, надо время и не маленькое. Точно не за неделю и не за месяцами, как доверие появится. Пойдет. Итак, друзья, не забил я Максиму третий пенальти, он отбил. Поэтому мы, если все-таки человек отбивает пенальти, он, получается, задает вопрос. Так что для Максима это второй вопрос подряд. Если бы тебе предложили заработать много мани, но нелегально, ну, прям жестко, по убийству, там, кровяка. Но с вероятностью в девяносто процентов тебя бы поймали и посадили бы. Ну, вот ты бы четко знал. Типа у тебя... Типа мне настучали, что тебя точно поймали. Типа вот, я знаю вероятность. То согласился бы на такой поступок. Но если бы, типа, эти десять процентов бы сработали, ты бы вообще не нуждался в деньгах вообще всю жизнь. Нет. Мне кажется, я все-равно буду с соседств. Типа, для меня, ну, криминал это что? Максимум, какой я могу сделать криминал в жизни, это зайти в ГТА и там ограбить казино. С читами, да? Нет, без. Мы без читов прошли. Так что это единственное, что могу. Так что, вот, мне кажется, нет. Потому что, мне кажется, я все-равно, вот сколько... Совсем скоро, я не знаю, когда этот ролик выйдет. Но, через неделю, что там, ну, когда мы снимаем, через неделю у меня будет типа 18 лет. Поэтому, я не знаю, что от этого будет. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, я буду себе нормально зарабатывать, типа, ну, чтобы не жаловаться на то, что мне денег не хватает. Я готовлю заниматься криминалом. Ну, хуй, нет. Ну, хорошо. Это, это очень положительно. И сейчас этот Роскомнадзор вышел. На хуй. Да. Четыре. Только четвертый. Так. Пойдем. Итак, Максим забил свой удар. И получается счет у нас сейчас 3-2. После третьего удара у Максима пока что процентная реализация. И получается его уже третий вопрос подряд. А став президентом Украины, что бы ты сделал по отношению к России? А я русским остаюсь или украинским? Допустим, русским. А Зелинский в Украине четкий, да? Так, ну ладно. Это мы вырежем. Вот. Вот. Я русским если был, мне кажется, мне все равно бы не избрали. Потому что сейчас такое отношение. Ну да ладно. Мы представили, да. Окей. Ну, допустим, что бы ты сделал с украинцами, которые живут в России? Конечно, ничего плохого не делали. Они просто живут. Многие, я сейчас знаю многих, я действительно общаюсь с многими людьми с национальностью украинец. Украинская национальность, да. С украинской национальностью, которые просто в это время, когда было трудно жить в Украине, они просто бежали из страны и живут сейчас, например, там в Польше. Ну, в Европе, в общем, некоторые в России. Поэтому они недовольны, типа, всем чем. Ну, что бы я сделал, я бы попытался, действительно, был наладить этот контакт. Все-таки. У меня, как все-таки, раз у нас футбольный такой канал, но сейчас это, наверное, первый видеоролик, который прям перешел такой на разговорный. Мне кажется, именно в футболе это тоже немного влияет на то, что, например, российские, украинские клубы не могут с этим встречаться. А я бы хотел, действительно, посмотреть какое-нибудь там противостояние. Там Шахтер, например, и Зенитов, например, просто. Либо Россия, Украина повторить, как в 90-е, как тогда Чулеймонов запустился за шкир. Ну, вот так вот. Ну, понял. Отбился все. Вот. Поэтому я бы наладил, вот, стал соотношения. О, прикольно. Такое чисто доброжелательное. Политическая страничка, я надеюсь, закончена. Ну, на сейчас. Да, да, да. Конечно. Так, друзья, я не забиваю два подряд. Максим отбивает два подряд, поэтому для него это уже получается, что там, вопрос четвертый подряд. Ну да. С новой. Если бы у тебя был один шанс спасти, ну, шанс, короче, спасти одного тонущего друга, кого бы ты спас? Меня, Свято или Дима? Ну, чисто, представь, плывем на корабле такие. Да. Почему оказалось только два этих трамя круга? И почему Дима и Свято за своей физической, просто за своей физической не отобрали у нас? Сидишь. Мне кажется, бы сряд бы и Дима бы сами. Ну, окей. Один есть только и старый. Да, плывешь тут такой, короче, бабах, ты один, короче, такой остался, плывешь, а мы такие плывем, короче. Мне кажется, Свято и нету смысла сказать. Он выплыл. Он выплыл. Я сейчас дорасскажу. Я бы... Я сейчас это не про Диму, ничего сейчас про Диму, вот я сейчас это не говорю именно. Ты сразу, а то вдруг Дима потом начнет, типа че ты. Я бы спас бы Максима, по понятным причинам, потому что хоть я больше знаком с Димой, но по общению, мне кажется, у нас намного больше идет с Максимом, типа, все такое. Вот. Поэтому я бы, естественно, спас бы с Максимом. Это даже не в том плане, что он там сказал, когда я ему первый вопрос задавал, типа, я для него лучший друг вот из этих трех. Почему бы я бы не спас Свято? Про Дима я не буду говорить, почему бы я бы не спас. Что? Потому что тут выбор поставили. Свято бы я бы не спас, потому что говно не тонет. Вот. Так что? Свят Райпи. Прессов. Прессов, да. Девочки, вы упали. Ха-ха. Девочки, вы упали. Ха-ха. Витер подул. И вы упали у меня. Так, Максим забил свой удар. Если я правильно понимаю, сейчас забивал. Да, вроде и забил. Вот. Поэтому, очередной вопрос от Максима. Давай. Что бы ты выбрал? Встретить бы девушку мечты, либо ты бы смог бы с любой позиции забивать ворота и стал бы лучшим игроком в истории, но не встретил бы девушку такую. Я бы забивал с любых позиций, стал бы лучшим футболистом мира. И в этом даже плане у меня бы… А, ну… Лучше нападающим. Ну, типа, ты бы смог забивать просто из любой. Типа, такое мастерство. Ну, типа, именно такая галочка и примечание, что я бы никогда не встретил ту, что единственную, да? Да. Либо вообще у меня не было бы дел. Нет, ты бы встречал множество, но, типа, не те, которые бы, что бы, распочел бы. Ну, типа, ну, не идеально. Я не вижу смысла, типа, мне сейчас забивать с любой позиции. Мне кажется, этот навык можно вообще точить, типа, Лионель Месси забивать с любой позиции. И в его случае это получилось найти ту единственную, потому что они вроде даже в детском саду там что-то знакомые, ну, типа, в фотке, да. Вот. Поэтому, типа, мне кажется, ничего такого в этом нет. Я бы не стал бы. Пофиг мне такой на это. На, типа, лучше вот такого. Да, мне, типа, ну, а какой смысл, типа? Мне просто в кайф играть в футбол, но, типа, чисто для души. Да. Душевно такая. А чтобы именно после футбола домой такой, типа, приходить, а там тебе реально была та единственная, типа, мне кажется, ну, вот этот вариант. Знаешь, такой, типа, ты приходишь такой после футбола, либо девушка стоит, либо кубки такие встречают. Да. Не, ну, я выбираю, в общем, девушку, мне кажется. Даже если бы я был бы вот футболистом, ну, это сейчас у многих. Хотя многие прям сейчас семейную жизнь прям ведут хорошую. Футболисты даже известные. Вот. Мне кажется, ну, нет, в этом слышно. Вот лучше вот девушку, которая именно была бы одна единственная. Так, Максим отбил уже мой третий удар. Получается, я уже точно не выиграю, всего лишь забил я два. Но у Максима есть там шанс у меня еще оторваться и задать мне потом еще один вопрос. Но сейчас вот за вот этот вот отбитый удар вопрос. Вот это такое очень интересное. В ниночных условиях это вот прям актуальненько. При каком, вот прям условии таком, ты бы отказался бы сдавать ЕГЭ в этом году? При каком условии? Да. Типа, что бы, ну, что бы такое произошло и ты бы такое отказался бы, что вот я не буду сдавать ЕГЭ. Типа оно мне не нужно вот сейчас. На самом деле, если меня сейчас посмотрят учителя, пардон, но мне оно и сейчас не надо, типа, сдавать где-то ЕГЭ, но для меня все вот это вот ЕГЭ, университеты, мне кажется, ну что, сейчас много людей работает действительно вот без профессий, без образования. Да, без образования, типа, работают и неплохие деньги. Я сейчас не только вот про блогеров говорю. Футболистов у многих даже, мне кажется, у многих нету образования, типа, потому что вот просто они как проходили вот это. Некоторые на тренера там учились, типа, вот. Поэтому, при каком условии, если мне бы сказали, типа, вот, не сдавай ЕГЭ и мы тебе предоставим вот хорошую работу, где тебе не надо ничего, никакое образование, ты будешь хорошо деньги получать. Хм. Это логично, мне кажется, ответ. Вот. Ну, у всех разные, разные предпочтения. И так, Максим забивает свой пятый удар, то есть у него стопроцентная реализация. И Максим ставит такой, ну, на данный момент естественный рекорд, и как этот первый выпуск. Напишите в комментариях, во-первых, кого вы хотите видеть в следующих выпусках. Мы у Максима потом тоже спросим, кому бы он бы этот челлендж передал, чтобы я с кем-то еще бы записал этот ролик. Есть один вариант. Вот. Что еще? Ну и Максим вот ставит пока что вот рекорд восемь, пока что вопросов из десяти он задает. Почти вот соточка. Да, почти соточка. Так что, и последний вопрос от Максима. Хм. 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 Ну, нет, я, может знаю, может не знаю. Хм. 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 То есть? я не знаком вообще лично с ней типа я знал про него познакомился она знает вообще про меня ты говорил или нет я вообще не знаю типа мне кажется сейчас я скажу у халка но это не больше не в тот не в ту тему палка была жена типа у них там двое детей было и он взял короче ушел ты слышал он развелся с женой ну халка другие нити и ушел к сестре жены своей который там что-то на 12 лет вроде младше но я вообще не к этому тебе если много таких естественно бывают истории типа но если уже действительно это именно бывшая не обязательно даже твоя бы это было просто кого-то моего знакомого то для меня нет никаких типа принципов что типа нет прям такого вот прям запрета запрет на меня есть если ты с этой девушкой сейчас встречаешься тогда типа все это девушка друга это практически как можно считать что для меня это просто пацан типа все типа по факту поэтому это все будет зависеть либо от человека а именно если про твою бывшую то я действительно я ее видел но не знаю вообще не может вообще даже не подошла ну что ж друзья спасибо вам большое за просмотр этого видеоролика напишите в комментариях ваше мнение по поводу вообще этой рубрики стоит ли нам ее продолжать напишите в комментариях с кем вы хотите видеть дальше в других роликах в этой именно теме сейчас я спрашиваю максима давай троих человек троих кого ты бы хотел чтобы мы позвали на вот эти вот правдивые пенальти для вас это был как бы пилот выпуск нулевой поставить но нет первым так что вы сейчас более-менее со мной только познакомились так что у вас есть шанс я буду ввести эту рубрику поэтому максим был первым гостем мы с ним виделись лично где мы не скажем потому что на канале есть наверно нам нужно внимательно смотреть видео выходят поэтому они выходят каждый день сейчас я нагнал график когда вот не выкладывал ролики поэтому сейчас они будут там продолжить там один день перерывки по через день выкладывал короче короче очень известный человек комментатор мочи кривы михаил миланин да вот вот интересно было бы посмотреть на вот это давай еще двое я бы никого не выделял в этой паре не на кого тут все может произойти очень случайно чисто пенальти поэтому не профессиональный вратарь я бы хотел посмотреть у тебя вот со святым со святым да интересная пара тоже я бы вот честно сейчас скажу я бы не хотел записывать этот ролик со святым я могу объяснить причины потому что когда мы записывали файф шот в принципе понятно он же утонул да он всплыл давно не тонет он всплыл да он уже утонул я бы объяснил почему я не хочу записываться святым но вот потому что мы когда записывали файф шот это вроде даже вошло в ролик когда он проиграл мне и не хотел выполнять наказание в этом прикол сейчас я проиграл про это я чуть ли не забыл да что еще и наказание с меня должно ну от тебя мне вот поэтому мне кажется свят бы не только бы типа даже если проиграл бы в пенальти мне бы он бы не сделал наказание он бы так еще бы не отвечал бы на вопрос который я бы ему бы задавал поэтому тут надо именно трону ты пошел да ну и давай еще одного ну у Димки ну у Димки пока что травма но вроде как восстанавливается так что если вы хотите конечно напишите в комментариях ну мы с Димой все равно обсудим это может быть еще во влобе каких-нибудь знаешь мне было бы конечно интересно посмотреть на такое сочетание я понимаю что этого не будет но я назову хотя кто знает может он посмотрит человека ну и такой лежит после карантина ну может приеду порадует если я сейчас тебя правильно понимаю он и тут ну в Барнауле если я про того человека это про кого? ну срам нигровую снизу и он не видит барнаульского масштаба давай на кто? Криштиану Роналду давай Криштиану Роналду давай нормальный третий там одного человека не хочу полицию ничего там напиши может тебе потом скажу давай это короче Андрея Аршавина два Андрея я не знаю я попробую на самом деле серьезно это попробую почему бы и нет сейчас все доступно абсолютно все в инете да все в инете можно и в дирекциями написать через тем более если попробуем записать именно с Мишей Миламедом у меня тоже такие были идеи так что напишите в комментариях прочекайте конечно кто этот человек классно он ведет свой инстаграм комментатор действительно вот на Матч ТВ ну чаще всего он вроде как комментирует только РПЛ комментирует РПЛ поэтому мне кажется ну это интересно все равно опыт тем более земляк почему бы и нет интересно мне бы тоже было бы с ним пообщаться тем более записать ролик нам на канал вот давай наказание к самому интересному переходим а может быть отпишите выберите а ты сам выберешь а мы в следующем ролике в начале вставим если я не напишу так что ребят давайте я попробую отобрать если я не напишу типа то ты до того момента ну типа сам выберешь да 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 так что ребят давайте вы проявляете активность все от вас зависит потому что все таки был пилотный выпуск больше вы сейчас естественно обо мне узнали восемь вопросов ко мне было но ты прям раскрылся как в этой сути мне кажется именно в этой рубрике больше естественно меня люди узнают чем других потому что это сейчас ты мне восемь задал потом если даже будет нича с меламедом например я ему пять забью и он мне пять забьет это на раду но он мне все равно он мне пять забьет какая самая уверенность еще и сонца вышла замечательно так что ну пишите в комментариях мы если все на болит да на боли потому что вы нас заедли вот пишите в комментариях какое вы хотите чтобы наказание я выполнил давайте адекватное в пределах разумного вот давайте наберем побьем рекорд канала 50 тысяч нет 50 нет давай 40 55 лайков мы набираем рекорд нашего канала 50 лайков висит на влоге всем спасибо друзья кто был на этом видеоролике подписывайтесь на максима в инстаграме ссылка будет в описании подписывайтесь на мой инстаграм тоже ссылка в описании подписывайтесь на группу вконтакте ссылка там тоже есть в описании так что всякие анонс роликов выходит в нашей группе вконтакте что еще подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик не пропускать чтобы наши видеоролики и также стримы которые у нас часто проводятся с вами был андрей и максим И канал Футбол это жизнь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok